Всем ни хао, голд френдяо, вы на канале Влад Ленин Плей, ииии в 2018 году Сони, выпустив анимационный бум Человек-паук через вселенные, познакомила и открыла для нас пул нескольких других вариантов Человеков-пауков из разных вселенных. Мультфильм впечатлил аудиторию своей заботой и вниманием, которые авторы проекта уделили созданию каждого из этих паучков, что выделялись на фоне остальных своим особенным стилем рисовки и анимации. Ну а помимо буйства визуальных красок, это дело было также дополнено не менее потрясающей и трогательной историей, в которой уже успевший устояться в комиксах, но совсем новый для мира большого киноэкрана Майлз Моралес, через тернии к звездам, так сказать, нашел таки свое место в этом спайдер-безумии и укрепил свои позиции в роли настоящего паучка местного Нью-Йорка Земли 1610. В продолжении же истории, что ознаменовалось в нашей локализации как паутина вселенных, тема множества паучков расширилась до исполинских размеров. Если в начале истории с этой небольшой по меркам продолжения компашкой паучков у Майлза сложилось все отлично, они стали хорошими друзьями, которые готовы помочь в трудную минуту, то вот со многими другими мультивселенскими вариантами ЧП, что появились в паутине вселенных, у Моралеса возникли проблемы. Мнения относительно того, что будет правильнее спасти мультивселенную или своих родных разошлись, и теперь бесчисленная толпа паучков, опасаясь нарушения непоколебимого канонического события, пытается помешать стремлению юного героя вернуться к себе домой и спасти своего отца от надвигающейся гибели. Ситуация, конечно, не из приятных и вызывает двоякие чувства, одно из которых, если смотреть именно со стороны Майлза, это какое-то разочарование, несправедливость, непонимание того, что они творят, из-за чего все эти Человеки-пауки выступают не как герои, а какие-то безвольные слепо следующие приказам вожака в виде ЧП-2099 абьюзеры, что пытаются вынудить подчиниться их воле, но, как ни крути, с другой стороны, они все-таки стоят на страже стабильности мультивселенной. У большинства из них уже произошли все необходимые смерти в жизни, и ясен пень, даже несмотря на внутреннее сопротивление, которое у них более чем вероятно возникло, так как каждый паучок наверняка хотел бы спасти своих родных, они думают, что поступают в данной ситуации правильно, так как, опять же, ЧП-2099 убедил их, что по-другому мультивселенная не выживет. Вопрос тут, конечно, в том, знает ли точно сам Мигель, насколько все это правда, или же просто, не особо вдаваясь в подробности, ориентируется на свой собственный опыт с гибелью дочери. Но это тема уже для отдельного разговора, А что касается сложившейся по итогу картины, то, конечно, помимо горчинки от неприятной ситуации с Майлзом, этот трип или лучше забег по извилистым коридорам общества пауков, что образовалось на земле 928, подарил нам в первую очередь невероятное удовольствие наблюдать за огромным количеством камео и отсылок на гору различных Человеков-пауков, которых уловить, а тем более узнать, особенно если помимо классических вариантов больше никого и не видел, при первом просмотре крайне трудно. И сегодня, если не всех, то хотя бы большую часть из них, мы с вами рассмотрим, глянем, где и какие пауки упоминались, либо на пару секунд мелькали на экране, обсудим, кто они, откуда, может где еще появлялись и тому подобное. В прошлом ролике на тему этого мультфильма, советую, кстати, вам его глянуть, если вы этого еще не сделали, я отметил, что дальнейший выход контента по этому проекту возможен только при должной активности. Ну а раз вы смотрите этот ролик, значит необходимый результат был достигнут. Поэтому все так же не забывайте ставить лайки и поддерживать данный материал, чтобы был смысл дальше продолжать, а этот ролик не падал на дно рекомендаций. А помимо всего прочего, спонсором данного ролика является верный подписчик. Верный подписчик, твори веселей, будет поддержка, поможем скорее. Верный подписчик, помогает только в случае, когда больше некому, и дает надежду на светлое будущее канала. Перед использованием проконсультируйтесь с отсутствием монетизации. Для получения дополнительных бонусов в виде раннего доступа к контенту, озвучкам, переводам и артам, что нет на канале, переходите на мою страничку в Бусти. Итак, начнем, пожалуй, с самого начала, как оно обычно вводится, и обратимся где-то к десятой минуте мультфильма, к тому моменту, когда на сцене, выпрыгнув из портала на помощь Гвен, появляется ЧП-2099. Несмотря на то, что предположения и мечты фанатов о появлении в мультфильме Тома Холланда приказали долго жить, его версия Паучка, хоть и в устном упоминании, но все же фигурировала. В процессе борьбы со стервятниками, обсуждений сложившейся проблемы с мультивселенной, Мигель Ахара недвусмысленно намекает на события ЧП «Нет пути домой», где Доктор Стрэйндж и Ботаник, как назвал его ЧП-2099, то есть он же Питер Паркер, натворили мультивселенских делов, накосячив заклинанием. Думаю, что про самого ЧП Тома Холланда тут особо рассказывать нечего, про него большинству и так известно, а вот что действительно интересно, так это то, что таким образом нам, во-первых, дают четкое понимание того, что КВМ является частью всего этого, ну либо сам мультфильм теперь полноценно входит в эту киновселенную, а во-вторых, Мигель упоминает название той Земли, где все это произошло, обозначив ее как 19-4-9, что полностью перестраивает один из ранее сложившихся канонов КВМ, который был обозначен во втором Докторе Стрэнджи, а там, напомню, что вселенную, где жил Паркер Холланда, окрестили как 616-я. Такой ход в целом вполне понятен. Дело в том, что 616-я Земля, как основная, та, где происходят все центральные события, фигурировала изначально именно в комиксах, а комиксный таймлайн, сюжеты оттуда и персонажи, это все-таки своя отдельная тема, и в КВМ, даже если и опираются отчасти на оригинал, все же многое перелопачивают, создавая собственное представление о тех или иных вещах. Поэтому окончательно разделить эти два мира, чтобы лишний раз не возникало путаницы, и можно было свободно маневрировать между разными версиями всего чего угодно, избегая несостыковок, вполне себе логичное решение. Естественно, такими устными намеками на обозначение того, что это все теперь часть вселенной КВМ, и реальная реальность, как и мультяшные, могут проникать друг в друга, не обошлось. Нам тут и мир Венома, версии Тома Харди показали, когда пятно заглянул в магазинчик Миссис Чен, и Дональда Гловера в образе бродяги, что мелькал в ЧП «Возвращение домой», ну и, конечно, особой чести появиться на экране, которой версию ЧП Тома Холланда почему-то решили обделить, удостоились прошлые исполнители роли паучков, такие как Эндрю Гарфилд и Тоби Магуайр. Несмотря на то, что для их появления, в отличие от двух прошлых случаев, новые сцены не снимали, были показаны моменты из фильмов про ЧП с их участием, которые обеспечили необходимый контекст, когда Мигель объяснял Майлзу за канонические события. Оба актера предстали перед нами оплакивающими свою версию дяди Бена после его смерти, а нет, стоп, смерть Бена Питера Гарфилда была показана не через отрывок фильма, а с помощью катсцены из игры по фильму. И дополнительно крупным планом был показан Паркер Гарфилда, когда он сталкивается с последними моментами жизни капитана полиции Джорджа Стейси. Это всё, так сказать, открыло глаза Моралису и показало, что в жизни ЧП должно произойти как минимум две ключевые смерти, которые в итоге дадут толчок к формированию того самого Человека-паука, которого мы знаем. К слову, здесь сразу вспомнилось, что Паучок Гарфилда пережил аж три смерти своих близких, что, как по мне, делает его версию особо печальной и трагичной среди остальных, поэтому, господи, сделайте ему уже третью часть, которая закончится хэппи-эндом. А то, учитывая факт того, что Том и Тоби свои трилогии получили, тут вообще прослеживается выпиющая несправедливость. Надеюсь, киновселенная Сони всё-таки затащит и додумается сделать так, чтобы такие персонажи, как Веном, Морбиус, Стервятник Китона, которого они тизерили, и Крэйвин Охотник, что вот выходит в октябре, в итоге столкнутся с Паучком Гарфилда в его третьей заключительной части. Это было бы просто же эдеврально. Пожалуйста, я очень жду. Ладно, ладно, идём дальше. В момент, когда пятно начинает активно баловаться своими способностями, проникая с помощью пятен в разные вселенные, нам демонстрируют Лего реальность, или же Землю 13-122, где, конечно же, есть свой Лего Человек-паук, который, со слов Мигеля, оказался ещё и довольно важным перцем, без которого никуда. Компания Лего уже очень долгое время выпускает различные наборы, как по фильмам, касаемым Человека-паука, так и в целом проектов КВМ. По этим наборам порой частенько люди даже спойлерят себе события или участвующих новых героев в предстоящих картинах, так как промо этих Лего-игрушек выходит за месяц, за два, до релиза, так что появление в мультфильме такой интерпретации ЧП очень даже кстати. Что занятно, так это то, что этот фрагмент с Лего-миром был полностью сделан 14-летним подростком. Парням из Торонто по имени Престон Мутанго. Продюсеры Паутины Вселенных, Крис Лорд и Фил Миллер сразу определились с тем, чтобы нанять парня после того, как увидели его работу в виде покадрово созданного трейлера Spider-Verse в Лего-формате. Так как очевидно, что Престон был ещё несовершеннолетним, ходил в школу и за него отвечали родители, сотрудничество с производственной группой должно было осуществляться удалённо. Но, как видите, на исходный результат это никак не повлияло. Даже я, как не фанат ничего такого леговского, могу сказать, что да, выглядит достойно. И надо сказать, создатели мультфильма, а также аниматоры, у которых уже охренеть какой стаж в этом деле, были тоже весьма поражены тем, что увидели, особенно когда узнали, кто это делал. Идём дальше. И теперь будем отбирать тех, кто намного реже попадался нам на глаза, как в мультфильме, так и в общем в любом другом произведении, касаемом Человека-паука. Одной из самых забавных и необычных сцен, которые нам мельком показали ещё до выхода Паутины Вселенных в трейлерах, можно без зазрения совести называть ту, где условный пациент-паук сидит на приёме у Паука-психолога или терапевта. Который, конечно же, в курсе уже всех трагедий, что случились у Паркера, потому без особых проблем, со знанием дела, выслушивает его грустную историю с оплакиванием дяди Бена. Этот момент, безусловно, лишь рофл, и про данных паучков нет каких-то комиксовых историй, но учитывая то, что Паук-терапевт многих позабавил, а на реддите вовсю придумывают, как бы он мог обходиться со своими врагами, например, повергать злодеев в глубочайшую депрессию, вследствие которой они гурьбой падали бы с крыши, или просто он проводил бы с ними такой же сеанс терапии, после которого они вставали бы на путь исцеления, это вполне могло бы дотянуть и до какой-нибудь собственной комиксовой линейки. Кстати, наличие такого эксперта в обществе пауков очень неплохая тема, учитывая то, что им всем приходится справляться с потерей близких, и, может быть, даже Майлза, прежде чем в лоб шокировать неминуемой смертью отца, следовало бы сводить на пару сеансов. Один из вариантов ЧП, который вбабахался в офис паука-психолога, это лошадь-паук, которую зовут вдова. Это животное с земли 31913. Лошадку, как и ее наездника, Патрика Охару, известного также как Веб-Слингер, укусил, само собой, радиоактивный паук. В своей вселенной этот старый западный ковбой, вместе со своей сверхмощной лошадью-вдовой, путешествует по земле, пытаясь поступать правильно, помогая другим. Впервые этот вид Человека-паука дебютировал в 12-м выпуске 3-го тома комикса «Удивительный Человек-паук» 2014 года. Патрик и вдова были завербованы там Майлзом Морализом для того, чтобы те присоединились к так называемым воинам паутины, которые сыграли важную роль в поражении наследников, антагонистов комиксового спайдер-верса, что странствуют по мультивселенной, питаясь жизненной силой людей-пауков. Совсем недавно веб-слингер вместе с лошадью-пауком появились в так называемом Веном-версе, то есть линейке комиксов, где речь идет о сотнях разных версий Венома. В третьем выпуске серии «Экстрим Веном Верс» они составили компанию некой Эдни Брок, также известной как Мадам Веном. Она также, как и Мадам Паутина, может предсказывать будущее, но обладает рядом занимательных отличий. Орудует кнутом в качестве основного оружия, а ее форма Веномобличия, то есть симбиотическая, сочетает в себе чудовищную внешность Венома в перемешку с классическим одеянием, что присуще женщинам Дикого Запада прошлого. В общем, в целом отличная новая интерпретация, дополняющая мультивселенную Марвел, что сохраняет в себе при этом многие присущие этому персонажу из основной вселенной элементы. Продолжая тему животных-паучков, перейдем к такому экземпляру, как Кот-паук. Кошачья версия супергероя набрасывается на Майлза в момент погони и срыгивает на него комок паутины. Изначально, в период своего первого появления в 2011 году, Кот-паук Земли 999 фигурировал лишь в рамках небольшого рассказа, где домашняя кошка мечтала бороться с преступностью в красно-синем трико, сражаясь с голубем Веномом. Но впоследствии этот персонаж еще появился все в той же серии комиксов Spider-Verse. Правда, продержался он там недолго, так как даже несмотря на то, что у него были паучьи способности, Котик не смог противостоять наследникам, и эти треклятые вампиры его с удовольствием употребили. Также, думаю, тут не стоит забывать, что с недавних пор любимчиком публики также стал Кот, который не совсем паук, а просто Кот, но тем не менее, который имеет возможность путешествовать в рюкзаке Майлза Моралеза в одноименном дополнении к первому Человеку-пауку от Инсомниак. Котейка действительно вышел прекрасный, даже несмотря на то, что никакими способностями не обладает. Следующий представитель животного мира спайдеров – это обезьяна-паук, которую можно заметить вот в этом моменте. Эта версия паучка появляется в серии комиксов с прямо намекающим на содержание названием «Марвел-обезьяны» 2008 года. И, собственно, герои там оказались во вселенной, где обезьяны не эволюционировали в людей, а превратились в более разумных обезьян. Это измерение обозначили как 8101. Также на Майлза в какой-то момент пытается напасть «Человек-паук-волк» или «Оборотень». Скорее всего, этот чудо-зверь из линейки еще одной экспериментальной серии комиксов «Марвел-зомби», а именно кроссовера со зловещими мертвецами под названием «Зомби-марвел против армии тьмы». Главного героя этой серии фильмов, Эша Уильямса, забрасывает во вселенную «Марвел», где все становятся зомби. А под конец истории, когда он оказывается в Латверии, доктор Дум помогает ему сбежать в другое измерение, где он и сталкивается с кучей героев в виде оборотней. В событиях «Спайдер-верса», к слову, тоже мелькал паук-волк с земли 13 989, которого так же, как и кота-паука, постигла смерть от наследников. И будто бы кота, обезьяны и волка было мало, Майлзу в какой-то момент также приходится вступить в небольшую стычку с динозавром. Тирекс, он же Рекс-паук, он же Птер-Птаркер, происходит с доисторической земли под номером 66. Изначально Птер-Птаркер был беззащитным слабеньким Птеродонтом, которого хотел сожрать Тирекс со своими дружками. И вот в момент полной безнадёги в Птеродонта и его заклятого врага попадает метеорий с непланетными пауками. Вследствие этого Тирекс и Птеродонт обменялись телами, и первый обрёл силы Паука, а второй стал аналогом Зелёного Гоблина. Этот герой впервые дебютировал в серии комиксов Грань Паучьего Мира, что вышел в середине 2022-го. С миром животных, думаю, на этом пока всё. А следующий у нас на очереди не менее необычный персонаж Питер Баркеткар, или же Паук Мобиль. Этот четырёхкорёсый супергерой явился с земли 53931. Его вселенная это что-то наподобие той, что вы уже могли видеть в тачках от студии Пиксар. Паркеткар скрывается за личиной обычного, ничем не примечательного автомобиля. Работает на местного Джей Джуна Джеймсона, которого тут зовут Джей Джона Джалопи, заботится о своей тёте Ти, и, когда дело доходит до героических совершений, противостоит таким злодеям, как, например, мистер Рео Спидбагги, он же, как понятно, Мистерио. Во время противостояния всё тем же наследникам, всё в том же Спайдер-версе, Майлз, что искал подкрепление, также нашёл Паук-мобиль, который согласился ему помочь. В оригинальной истории 73-го года, когда этот транспорт впервые появился в комиксах, машинка была, как я понял, неудушевлённой, и её для ЧП построил Человек-факел из Фантастической Четвёрки. И вот в мультфильме, судя по виду и тому, как она раскрашена, это именно классический вариант этой машинки. На борту нашего Спайдер-биля, как вы можете заметить, тоже расположились различные версии Паучков. Это вот Паукоцит с Земли 616, что впервые появляется в 95-м году в ходе сюжета истории «Максимальное клонирование». Помимо обычных способностей, присущих Человеку-пауку, этот персонаж мог словно Мистер Фантастик менять и растягивать свою форму тела. И на тот момент он являлся именно злым клоном Питера Паркера, который был генетически запрограммирован убить других Питеров. Здесь у нас сидит ЧП Тарантул с Земли 1610. Но, очевидно, это не та земля, что была у Майлза, потому тут вроде как стоит приписочка, что это не просто 1610, а 1610А. Такая же тема, кстати, касается таких персонажей, как, допустим, местный мультяшный индийский Человек-паук, о котором мы поговорим попозже. У него вселенная не просто 50101, а 50101B. То есть, проще говоря, это означает, что их предыстория из мультфильма может разниться с той, что у оригинального персонажа из комиксов с тем же номером вселенной. Этот паучок впервые появился в сотом выпуске линейки комиксов Ultimate Spider-Man в ноябре 2006 года. Там заново открывалась или перезагружалась тема саги клонов. Федеральные агенты поручили Отто Октавиусу и Бену Рейли, лаборанту в университете Empire State, помочь создать команду суперсолдат. За основу они взяли Дэнка Паркера, которая по-разному меняли для каждого клона, и в итоге одним из них стал Тарантул, у которого более выраженно преобладают паучьи гены, что отражается в дополнительных парах рук. Следующий пассажир это у нас заматеревший и постаревший Питер Паркер с земли 312-500. Он появляется как возможная версия событий будущего в серии комиксов Новый Человек-паук 2003 года. Этот Паркер не смог себя сдержать и убил Крэвина Охотника, чтобы отомстить за смерть Женщины-паука Мэти Франклин и первого удачного клона Питера Кейна Паркера. Такой поступок героя коренным образом изменил его жизнь, сделав Питера мрачнее и опаснее. В конце концов он причинил боль своим близким, друзьям, был исключен из Мстителей. Он принял эту свою новую личность и стал настоящим антигероем, который абсолютно не стесняется раз и навсегда избавляться от своих врагов. Таким образом он, например, убил доктора Сминога, проткнув его собственным щупальцем. Как видите, тут, на земле Мигеля Ахары, в стенах общества пауков, этот, как и другие подпортившиеся ЧП, видимо, с помощью паука-психологов стали на путь исправления. Кстати, такой расклад мог бы неплохо объяснить, то, почему не все паучки ринулись защищать Майлза, так же, как, например, его друзья. То есть, многие варианты ЧП могут быть такими же, как этот с 312-500, так сказать, склонными к антигеройству персонами, готовыми пожертвовать одной или несколькими жизнями ради спасения миллионов. Поэтому, конечно, для них потеря отца, какого-то там паука из какой-то там не пойми какой вселенной, но которая поможет все исправить, это веская причина быть на стороне Мигеля. Летим дальше по нашему списку. У входа в общество пауков Майлза встречает некая Малала Винзор, или же капитан Британия Земли 835. Интересно то, что это, можно сказать, дебют этой версии капитана Британии. Дело в том, что Малала является представителем корпуса капитанов Британия в своей вселенной, а каждый участник этого корпуса это альтернативная инкарнация этого персонажа. В этом фрагменте персонаж, что сообщает Майлзу о том, что является его фанатом, но не втрескался в него, хотя треснуть может, это Шарлотта Уэббер, или же Солнечный Паук с Земли 20.0.23. Этот паучок является спайдер-персоной, то есть типом персонажа, который был создан фанатами, вдохновленными Человеком-пауком. После выхода через вселенную количество фан-контента резко возросло, Marvel Comics отобрали некоторые работы поклонников и добавили их в третий том мини-комикс серии Spider-Verse 19-го года. Именно там впервые и дебютировал этот Солнечный Паучок. Шарлоту, как и других ЧП, укусил Радиоактивный Паук, а ее главной особенностью является то, что с рождения она прикована к инвалидной коляске из-за наследственного нарушения в виде синдрома Эрлиса Данласа. Поэтому она передвигается на коляске, на паутине летает с помощью костылей со встроенными веб-шутерами. Правда, вот в штаб-квартире Общества Пауков для быстрого перемещения она использовала что-то вроде Меха-паука. Ее ли это игрушка, которой она пользуется у себя на земле или ей дали тут попользоваться, неизвестно. Поскольку это проект Sony, они, конечно, не могли обойтись без отсылок и прямой демонстрации своей популярной серии игры про Человека-паука для PlayStation. Потому в Обществе Пауков засветился Питер Паркер с земли 1048, а друг Майлза играет во вторую часть ЧП от Insomniac, геймплей которой в начале лета показывали на презентации Sony. Что выглядит весьма странно, так как если он играет прям в ту самую игру, значит выходит все в их мире должны знать, что Питер Паркер и Майлз Моралис в Человеке-пауке. А также ведь быть не должно, так что это требует объяснений. А вообще, раз Sony научились рекламировать собственные проекты у себя же в проектах, было бы неплохо и вполне логично увидеть тогда отрывок из паутины вселенных где-нибудь на экране телевизора в предстоящей ЧП-2 от Insomniac. Кстати, если игры вам не чужды, а стримы как времяпрепровождения имеют место быть, спешу пригласить вас на свои прямые трансляции. Там мы с ребятами болтаем на тему любого медиаконтента, обсуждаем новости мира фильмов, кино, сериалов, делимся мемами, ну и конечно изучаем игровые миры попутно страдая от непроходимости некоторых моментов. Трансляции проходят на моем втором канале и стриминговой платформе Трова, а узнать, когда все это дело будет проходить или просто о жизни канала, тому, на какую тема будет следующий ролик и тому подобное, можно подписавшись на мою телеграм-страничку. Естественно, ссылки на все остальное есть в описании. Одной из главных фишек серии мультфильмов Spider-Verse, помимо отличной визуальной и анимационной составляющей, конечно же, является саундтрек от одного из самых известных хип-хоп-продюсеров и диджеев в мире Метро Бумена или Бумена, не знаю, как правильно это читать. И вот, во второй части мультфильма, помимо музыки, он также отметил со своим камео в роли вот этого паучка, который сообщает о том, что бежать больше некуда, но ошибается. Эту версию, думаю, можно смело именовать как Метро Паук. Диджей озвучил этого персонажа, ну и костюмчик ему подобрали в соответствии с имиджем реального воплощения. До своего стремительного забега от сотен пауков, Майлз тихонечко скрылся за спиной Макса Борна или же ЧП 2211 Земли 9500. Этот многорукий высокотехнологичный паучок впервые появляется в 95-м году в рамках ваншота Человек-паук 2099 встречает Человека-паука. Комикс из одного выпуска соответственно представлял из себя небольшой эксперимент, то есть попытку в Спайдер Верс, где ЧП 2099 и обычный Человек-паук Питер Паркер неожиданно поменялись вселенными или даже не вселенными, а именно временными отрезками своего существования, а под конец оказались вместе в 2211 году, где столкнулись с Хобб-Гоблином той эпохи, но сражаться им с ним не пришлось, так как появился Паук-2211, разобрался с ним и отправил своих собратьев обратно в их правильное время. В момент, когда Майлза пытались убедить в том, что канонические события нарушать нельзя во что бы то ни стало, в кадре появляется ЧП из мультсериала Грандиозный Человек-паук. Этот мульт крутили по ТВ в 2008 году. Для многих, включая и отчасти меня, это был один из любимых мультсериалов, которые показывали тогда по телеку. Это было хорошо прописанное динамичное анимационное шоу, которое, к сожалению, загнулось раньше времени из-за проблем с правами и просуществовало всего два сезона. Еще одним представителем мультов по ЧП здесь можно назвать вот этого Непобедимого Человека-паука, который явно выполнен в стилистике еще более старого, чем прошлый экземпляр, но не менее занятного мультфильма 99-го года про приключения Человека-паука на другой планете. Сразу скажу, что это не тот шедевр 94-го года и не его продолжение, а чисто отдельная история, которая не всем зашла, но имеет место быть. Что еще, до мультфильмов про ЧП, тут также появляется Питер Паркер из самого первого мультсериала про этого героя 67-го года, который крайне медленно летит на паутине, что как бы подчеркивает невысокую скорость анимации из оригинала. Еще одним товарищем, что успел как-то докопаться до Майлза во время бегства с общества пауков, был Человек-пакет или Пакет-паук. Эта версия героя появилась в качестве шутки еще в 84-м году в выпуске номер 258 серии комиксов Удивительный Человек-паук. Там ЧП отправился в здание Бакстера к Фантастической Четверке, чтобы Рид Ричардс проверил его новый офигенный черный костюм, который, как нетрудно догадаться, оказался инопланетным симбиотом, которого впоследствии пришлось снять с тела с помощью звуковых волн. А так как Питер при этом остался в одних боксерах, Джонни Шторм приодел его в старый костюм Четверки, вместо маски нацепил пакет, а на спину присобачил бумажку с надписью «Пни меня». Следующим обратим внимание на вот этого ЧП в обществе пауков, что выступает здесь в роли регулировщика, наверное, это, возможно, коп-паук с земли 191-19, который впервые появился в четвертом выпуске продолжения истории Spider-Verse под названием Spider-Giddon 2018 года. Этот паук-полицейский использовал свои силы как опытный офицер полиции Нью-Йорка, но впоследствии был завербован в паучью армию, чтобы помочь победить наследников. Либо же это все-таки не он, а Питер Паркер с земли 99-97, что появляется в серии комиксов Земля Икс 99-го года, где события раскрутились так, что личность Питера Паркера как Человека-паука была раскрыта Норманом Осборном Джей Джону Джеймсону, который опубликовал это в Daily Bugle. Паркер вследствие этого был вынужден скрыться, живя под именем Паркера Рейли, а центральной же темой стало то, что в этой вселенной все человечество подверглось мутации, то есть все стали обладать сверхспособностями, из-за чего в какой-то момент Питер Паркер ушел в отставку как супергерой, чувствуя, что ему больше нечего предложить миру, в котором все обладают сверхспособностями. Он действительно был подавлен в этой реальности, набрал вес, М.Джей тут погибла, а их дочь боролась с преступностью, будучи связанной с симбиотом Веномом, но в какой-то момент он принял предложение Люка Кейджа стать полицейским, от которого изначально отказывался, что впоследствии помогло ему наладить контакт со своей дочерью. Учитывая внешний вид этого персонажа в мультфильме, склоняюсь к тому, что это все-таки паучок именно с Земли Икс. Также догнать Майлза удалось и вот этому товарищу под именем Манго Паук, он же Питер Паркер с Земли 2301. В комиксах Манго Паук дебютировал еще в 2002 году как часть так называемой новой манго-вселенной. Его история происхождения схожа с той, что и у оригинального ЧП, но имеет ряд различий, которые делают его чуть ближе к японской культуре. Этот Питер Паркер был членом клана Ниндзя под названием Клан Паук и обучался их делу своего сенсея, наставника Бенджамина Паркера. Он стал последним представителем этого клана, так как его дядя был убит Веномом, который был подчиненным Кингпина и Кудзикури. Это зародило в Питере зерна мести, поэтому он тайно продолжил обучение, чтобы набраться сил и отомстить за смерть Бена. Однако, во время битвы с Веномом на Нью-Йорк напал Халк и Человеку-пауку пришлось помогать в борьбе с ним. В целом, по способностям этот парень похож на обычного Питера Паркера, но только он, как видите, внешне немного видоизменен и может создавать свои собственные паучьи сети. А вот в этом кадре у нас засветилась Мэри Джейн с Земли 18119 со своей дочерью Энни Мэй, которые стали супергероями в паучьем обличии в рамках комикса «Удивительный человек-паук» с под заголовком «Снова вместе» 2015 года. В первом томе этой хронологии событий Питер Паркер и Мэри Джейн остаются вместе, скрепляют свой союз с брачными узами, а их дочь унаследует способности Питера. А во втором, с помощью технологии Регента, антагониста, что собирал способности супергероев, Питер разделил свои силы на пару с МДжей и это тоже стало ЧП. В общем, у них сложилась паучья суперсемейка. Это, безусловно, напоминает то, что сейчас происходит во вселенной Питера Би Паркера, но у них все-таки другой случай. Мэй Дэй Паркер впервые появилась в 97-м году в 105-м номере серии комиксов «Что если?» В выпуске раскрывалось, что произошло бы, если бы Питер и Мэри Джейн не потеряли бы своего ребенка в основной 616-й вселенной, а МДжей вместо этого родила бы девочку, которую они назвали в честь тети Питера Мэй. Мэй Дэй потом вырастает и становится супергероем, девочкой или девчонкой и пауком. Думаю, что наверное такую же участь и ждет эту малышку из мультфильма. На этом кадре можно увидеть некую Мэйбл Рейли из Земли 803 по прозвищу Леди Паук. Ее первое появление относит к первому выпуску уже не раз упоминавшейся линейки комиксов Spider-Verse 14-го года. Этот вариант паучка происходит из великолепной вселенной Стимпанк. Отец Мэй Рейли держал в своем кабинете множество животных, одним из которых был паук. Однажды Мэй решил открыть клетку паука, так как она посчитала, что он расстроился из-за того, что его заперли, а затем попробовала его погладить и он ее укусил. Человеком-пауком она тогда от этого сразу не стала, но по ее словам паук преподал ей важный урок, мол, не позволяйте никому запирать вас в клетке. И после смерти отца она смастерила костюм с четырьмя механическими руками, которые позволяли ей лазить по стенам. Как известно, Человек-паук за все свои сотни миллионов интерпретаций носил не одну паучью броню, что защищало его от внешних повреждений. Самой популярной из них была вот эта серебряная броня, что появилась в сотом выпуске 93-го года серии вэпов Spider-Man. Ее также можно увидеть в различных видеоиграх по ЧП и даже в последней серии того самого мультфильма 94-го года. Собственно, и паутину вселенных появлением этого костюма не обделили. Следующий паучок на очереди это Бен Райли с Земли 94 по прозвищу Алый Паук. Этот страдающий по своей тяжелой судьбе пафосный вариант является очередным клоном Питера Паркера. Впервые появился он в девятом выпуске Spider-Verse 2014-го года. В своей вселенной в отличии от 616-ой этот клон Человека-паука не умер от рук Зеленого Гоблина и продолжал оставаться Человеком-пауком, когда Питер Паркер начал терять свои силы и переехал в Орегон с Мэри Джейн Уотсон. Естественно, раз он появился в Spider-Verse его также завербовали для борьбы с наследниками. Теперь давайте пробежимся по тем новым паукам, которые были не на первом плане но которым все же уделяли больше, чем остальным экраново времени в этой части. Значит, Павитер Прабхакер или Индийский Человек-паук с Земли 50101 впервые появился в 2004-м году в рамках собственной мини-серии комиксов Человек-паук Индия. Павитер в оригинальной истории жил в деревне но переехал в Мумбаи со своими тетей Майей и дядей Бхимом чтобы учиться получать стипендию и все такое. Его родители умерли несколькими годами ранее. В школе его дразнили били и только аналог Мэри Джейн по имени Мира Джайн была на его стороне. А свои силы он получил от древнего йога который дал ему силу паука для борьбы со злом угрожающим миру. Обретя свои способности Павитер отказался помочь женщине на которую напали несколько мужчин. Он ушел с того места но когда услышал крик своего дяди вернулся. Бхим пытался помочь этой женщине но не справился и получил смертельное ножевое ранение. Естественно Павитер не успел его спасти и понял что с большой силой приходит большая ответственность. В общем по факту стандартная история местами отдающая мистикой. Рок бунтовским открытием этой части несомненно стал Хобарт Браун он же Спайдер Панк с земли 138. Впервые он появился в 10 выпуске Спайдер Верса 14 года. Бунтарь бездомный подросток Хобби Браун живет в Америке где правит фашистский режим президента Нормана Осборна. Его укусил паук который был заражен незаконно сброшенными отходами. Браун стал Человеком-пауком черпавшим свое вдохновение из панк-рока и повел угнетенных жителей Нью-Йорка против войск Осборна что обозначали себя аббревиатурой Веном. Во время этого бунта панк-паук сумел прикончить Осборна прибив его своей гитарой. Но после смерти президента он предстал перед толпой зрителей в качестве их спасителя. Позже этот герой присоединился к армии пауков думаю уже даже не нужно говорить для чего. Что до Джессики Дрю она же женщина-паук Земли 404 это абсолютно новая интерпретация этого персонажа что дебютировала именно в мультфильме. Оригинальная Джессика Дрю Земли 616 впервые появилась в 76 году в первом выпуске комикса Марвел Спотлайт. Папа Джессики Джонатан Дрю занимался исследованием урана на окраине горы Вундагор и все бы ничего пока маленькая на тот период Джессика не заболела от долговременного воздействия этого урана. Чтобы спасти дочь Джонатан будучи экспертом по регенеративным и иммунологическим свойствам крови паукообразных ввел Джессике непроверенную сыворотку сделанную из крови нескольких необычных видов пауков и запечатал ее в генетическом ускорителе. Результат как вы понимаете привел к появлению Женщины Паука. В 2016 году про оригинальную Джессику вышла линейка комиксов где она будучи беременной помогает обычным гражданам в качестве частного сыщика. В конце концов она рожает там мальчика Джерри Дрю который также унаследовал ее фантастические способности Паука. Вполне логично предположить что именно с этого комикса и взяли идею для мультяшной версии Джессики Дрю. Еще один занимательный представитель паутинометательных это Спайдер Байт или Марго Кэс Земли 22191. Довольно необычный представитель мира паучков что распускает свои сети в виртуальном пространстве. В мире где люди проводят свою жизнь в интернете используя свои виртуальные аватары молодая девушка по имени Марго решила взломать систему и создать свой собственный виртуальный аватар Человека-паука для борьбы с преступностью в киберпространстве назвав себя при этом Спайдер Байт. Марго использовала свои навыки программирования для создания кибернетической брони которая увеличивала ее силу и скорость магнитных захватов на перчатках и ботинках которые позволяли ей карабкаться по стенам и фотонных паутинных веб-шутеров которые могли запутать ее врагов в световых сетях. Впервые она появилась со всем этим в комиксе Убежище Пауков 2018 года а позже после того как она присоединилась к Спайдер Гвен в одном из кроссоверов Спайдер Верс ей удалось воплотить свои способности из киберпространства в реальном мире и что ж думаю на сегодня мы на этом Спайдер Варианте и остановимся конечно здесь наверное следовало бы упомянуть еще Мигеля Ахару но я не стал так как мы говорили о нем в прошлом ролике а так думаю списочек получился довольно таки упитанный естественно несмотря на то что мы с вами прошлись по довольно длинному пулу паучков это еще не все спайдер подобные что засветились в картине я даже не совсем уверен смогу ли я найти прям всех но определенно еще с десяток а может и больше набрать можно было бы и у меня уже есть идеи плюс подкрепить все это дело не помешало бы доброй порции пасхалок или теорий в общем двигаться есть куда а потому оставим это для одного из следующих роликов выход которого будет зависеть как всегда от вашей активности и желания увидеть больше контента по этому проекту так что обязательно ставьте лайки пишите каких паучков вы сами заметили в мультфильме и совершайте различного рода другие действия такие как репосты поддержка и прочее чтобы я понимал что оно вам надо а в качестве дополнительного материала на бусти который я добавлю на платформу в течение пары дней вас ждет материал с закулисья производства мультфильма где создатели проекта и актеры озвучки поведают о том как выглядит весь этот процесс производства мультфильма но в этот раз выражаю мое почтение и огромнейшую благодарность таким новеньким ленышам вступившим в команду поддержки на бусти как Алина Бахтина и Лера Лерис конечно же ни в коем случае не упуская возможности поблагодарить тех кто поддерживает канал уже не первый месяц ваша поддержка как никогда помогает и является отличным подспорьем и мотиватором в том чтобы и дальше несмотря ни на что продолжать стараться развиваться и работать над контентом а чтобы в случае чего меня не потерять не забывайте подписываться на другие соцсети такие как паблик ВК со всякой всячиной касаемой как мира кино так и игр Яндекс Дзен где если что можно посмотреть полную версию ролика если вдруг на ютубе что-то вырезали из АП и даже ТикТок все ссылки на самые необходимые ресурсы можно найти в описании субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok